добрый день трейдеры и добро пожаловать на курс азбука форекс прежде чем мы начнем ознакомьтесь с предупреждением о рисках на нем раскрывается информация о рисках связанных с торговлей на финансовых рынках продолжая просматривать это видео вы подтверждаете что знаете об этих рисках сегодня мы поговорим о том как установить ордер какие существуют типы ордеров и наконец добавление изменения ордеров стоп-лосс и take profit для того чтобы открыть сделку запустите платформу metatrader 4 когда вы войдете нажмите на кнопку новый ордер в разделе параметров она находится здесь я хочу напомнить вам что первая сделка будет проведена на вашем учебном счете на котором используется виртуальная валюта поэтому нет никакого риска но помните как только вы перейдете на реальный счет открытие нового ордера означает принятие рисков вы можете получить прибыль но вы также можете понести убытки когда вы нажмете кнопку новый ордер вы увидите это окно окно ордера поле символ позволяет выбрать инструмент по которому вы хотите провести сделку здесь вы можете выбрать объем сделки ну и наконец вы можете открыть сделку на покупку или продажу используя эти кнопки теперь вы знаете как войти в сделку ну а сейчас мы расскажем как выйти из нее для этого нам нужно разобраться с тем что такое стоп-лосс и take profit эти ордера позволяют заранее определить уровни на которых вы хотите выйти из рынка установив уровень максимальных потерь и прибыли которые вам подходят это сейчас управление рисками который мы поговорим подробнее в третьей части курса азбука форекс чтобы установить уровни стоп-лосс и take profit вам необходимо тщательно изучить график здесь вы можете задать необходимые значения до открытия позиции вы также можете изменять их во время торговли используя этот раздел вы можете делать это столько раз сколько хотите поэтому следите за графиком существует несколько способов открытия сделки и вы уже знакомы с одним из них это рыночный ордер другой называется отложенный ордер это означает что ордер будет исполнен только при заданных параметрах существует четыре вида отложенных ордеров которые вы можете использовать это buy limit sell limit и buy stop и sell stop вы устанавливаете buy stop ордер когда хотите купить по цене которая выше текущего уровня поэтому цена должна двигаться вверх вы используете ордер buy limit для того чтобы войти в сделку по максимально низкой цене по которой вы хотите открыть сделку на покупку ордера sell limit и sell стоп аналогичный ордерам на покупку но они используются при открытии сделок на продажу поэтому они работают наоборот размещение ордеров это первый шаг следующее что нужно понять почему вы можете войти или выйти из рынка в определенном месте мы обсудим это на следующих уроках на сегодня это все увидимся на следующих уроках а а а а Продолжение следует...